Олег Николаевич, Владивосток географически далекий, но не чужой. Об этом свидетельствуют наши с вами встречи нередкие и те договоренности, которых мы достигаем в результате этих встреч. Говорить много о том, что мы можем, что не можем, на что мы способны два региона нашего Отечества, Дальний Восток наш и Республика Беларусь, нет никакого смысла, потому что мы знаем наши возможности во Владивостоке, вы знаете наши возможности Беларуси. Часто очень разговариваю с президентом России, рассказываю о наших встречах, о потребностях дальнего, близкого для нас Востока, о просьбах губернатора Приморского края, в шутку говорю, он уже все вывез. А когда не хватает денег, в бюджете кто-то еще использует личное средство для того, чтобы работать во благо России. Спасибо, что вы приезжаете к нам, чувствуете, что где-то корень ваш зарыт здесь, в Беларусь от этого никуда не денешься. Чем больше мы взрослеем, тем больше нас тянет к тем корням. Поэтому мы всегда рады вас видеть в Беларусь, приезжать. Да, спасибо большое, Александр Горгиевич, за то, что нашли возможность встретиться. И, безусловно, для нас очень важно партнерство с Республикой Беларусь. Благодаря нашему сотрудничеству жители Приморского края потребляют с удовольствием белорусскую продукцию. И мы видим, что с каждым годом растет оборот и по продукции сельского хозяйства, по машиностроению. То есть, если мы начинали с полутора миллиардов, то сейчас он 22,5. То есть, за эти пять лет это взаимовыгодно. У нас тоже экспорт вырос в три раза. Беларусь стала больше получать приморских товаров. Ну и, соответственно, белорусские товары пользуются большой популярностью и продуктовые, и сельскохозяйственные машины. За это время мы 929 единиц техники получили.